Холод не тетка и платить за тепло в доме все-таки придется. Сотрудники Газпром, Межрегион, Газгрозный были вынуждены подключить газоснабжение должников в селение Бартхой. Несмотря на то, что у всех у них внушительные долги, с ними заключили соглашение, по которому накопившиеся суммы будут выплачиваться на протяжении нескольких месяцев. Зачем людям эти соглашения? У них нет денег, у них проблема. Если бы они нуждались в соглашении, если бы они могли оплатить эти услуги, у них не было бы задолженности. У них есть эта задолженность, потому что у них нет денег, нет возможности платить, нет работ. Потому что население бедное. От того, что ты шикуешь, ездишь на дорогущих машинах, отдыхаешь в дорогущих местах, от того, что члены твоей семьи обогачены, озолочены, люди от этого, 90% нашего населения, они бедные. У них нет этой возможности. Да, кстати, есть еще одна тема. Недавно был опубликован ролик жителями селения Бартхой. Это Грузинский район. Небольшое такое селение. И им всем отключили газ из-за того, что у них большая задолженность. И они тогда собрались в мечети и сделали видеообращение. Сказали, что нас похолодало, нас всех отключили. В общем, жаловались. После этого туда приехал префект Грузинского района, глава Грузинского района. Привез с собой работников этой газовой службы. И они, значит, договорились, заключили какое-то соглашение, что эти люди будут погашать свою задолженность. Давайте посмотрим, как это освещалось на ЧКТРК грязно. Холод не тетка, и платить за тепло в доме все-таки придется. Сотрудники Газпром, Межрегион, Газгрозный были вынуждены подключить газоснабжение должников из селения Бартхой. Несмотря на то, что у всех у них внушительные долги. С ними заключили соглашение, по которому накопившиеся суммы будут выплачиваться на протяжении нескольких месяцев. Так вот, они заключили соглашение, что вот эти вот три с чем-то, по-моему, миллиона, по всей видимости, дали им какую-то отсрочку, что они будут на протяжении какого-то времени это все оплачивать. Но я хотел бы обратить внимание на другое. Дело в том, что, как мы с вами знаем, в Кадыровской Чечне сегодня считается необходимым, то есть обязательным, чтобы различные чиновники разного уровня республиканские, чтобы они дарят цветы на различные праздники Кадыров, жене Кадырова, там матери Кадырова, дочерям Кадырова и так далее. Так вот, мы с товарищем обратили внимание на цены букетов. Давайте, допустим, посмотрим, вот стандартный букет, 101 роза, стоит 13,5 тысяч рублей. Вот букет за 15 тысяч рублей. Мы с вами прекрасно понимаем, что кадыровцы, кадыровские чиновники дарят жене Кадырова, матери Кадырова, дочерям Кадырова дарят не эти букеты, не за 15 тысяч рублей. Понятно, что они дарят им дорогие, гораздо более дорогие букеты, которые будут стоить и 50 тысяч, и 100 тысяч. Но я предлагаю сейчас усреднить, взять некую такую минималку. Давайте возьмем букет в среднем цену 30 тысяч рублей. Допустим, что средний чиновник кадыровской Чечни дарит жене Кадырова, матери Кадырова букет за 30 тысяч рублей. Давайте просто вот, допустим. Окей, взяли эту цифру. Теперь давайте определим, сколько таких женщин, которым нужно делать подарки. Давайте возьмем в среднем 5 женщин. Это мать Кадырова Аймани, это жена Кадырова, это две дочери Кадырова, которые сегодня одна министр, вторая руководитель департамента. Это уже взрослые дочери. И возьмем там сноху, допустим, Кадырова. Вот возьмем этих 5 женщин. Понятно, что их на самом деле гораздо больше. Но я беру минималку, даем им вот эту вот скачуху. Взяли 5 женщин. Этим 5 женщинам нужно дарить букеты за 30 тысяч рублей. Теперь давайте посмотрим, сколько раз в году этим женщинам нужно дарить букеты. Это не один раз им дарится. Понятно, что у каждой из них есть день рождения, каждый из них нужно на 8 марта подарить букет, каждый из них нужно подарить букет на день чеченской женщины, каждый нужно подарить букет на Новый год и там на Айдольфиттер праздник, еще там какие-то праздники. Но я предлагаю, давайте тоже возьмем 5 раз, 5 раз в год. Открываю приложение Калькулятор и делаем подсчет. Итак, мы определились с ценой. 30 тысяч рублей стоит один букет. Эти 30, этих букетов, они должны подарить 5 женщинам. Умножаем 30 тысяч на 5. Получаем 150 тысяч. То есть, одному чиновнику в год нужно 150 тысяч, если он только один раз будет дарить. Но, как мы определили, дарить нужно 5 раз, то есть, 5 праздников в году, 5 женщинам по 30 тысяч рублей. То есть, мы эти 150 тысяч рублей умножаем еще на 5 раз. Получаем 750 тысяч рублей. Каждый чиновник Кадыровской Чечни должен в год потратить в среднем 750 тысяч рублей на букеты для кадыровских женщин, жены, матери, дочерей. 750 тысяч рублей каждый чиновник. А сколько у нас чиновников кадыровских? Я пытался посчитать, и каждый раз, когда я считал, у меня получалась цифра несколько сотен человек. Это депутаты, это члены правительства, это главы всех районов, это районов Чеченской республики, в том числе четырех районов Грозного. Это просто немеренное количество чиновников. Я решил, я понял, что если я начну их всех считать, то это вообще какая-то колоссальная сумма. Я решил здесь тоже дать им вот эту скидку и сказать, давайте возьмем число 100 чиновников. Остальных, вот не будем даже считать, давайте представим, что их всего лишь 100 человек. 100 чиновников, которые ежегодно по 5 раз минимум должны дарить букеты кадыровским женщинам. Вот теперь мы 750 тысяч рублей умножаем на 100 чиновников. 750 тысяч умножили на 100. 75 миллионов рублей. И теперь у меня к тебе вопрос, Кадыров. Неужели нельзя просто один год дать амнистию своим чиновникам, сказать, так, чуваки, вот этот год я объявляю годом без букетов для моих женщин, для женщин из моей семьи. Никто из вас не дарит никаких букетов нам. Вместо этого мы эти деньги пускаем на решение проблем вот таких нуждающихся людей. Неужели нельзя, не заключая вот этих соглашений с жителями селения Бортхой, 2-3 миллиона вопрос всего лишь просто отказаться от букетов, которые максимум неделю простоят в этих вазах. Хотя вы прекрасно знаете, что они не будут там стоять. Такое количество букетов хранить просто невозможно их. Я не знаю, куда они их девают. Это просто деньги, выкинутые на мусорку, не имеющие никакого смысла. Вместо этого, почему бы тебе не пустить эти средства на нужды вот этих бедных людей, чем бросать вот эту пыль в глаза, снимать эти репортажи на своем телеканале ЧКТРК грязные, рассказывать о том, что вы заключили какие-то соглашения. Зачем людям эти соглашения? У них нет денег, у них проблема. Если бы они нуждались в соглашении, если бы они могли оплатить эти услуги, у них не было бы задолженностей. У них есть эта задолженность, потому что у них нет денег, нет возможности платить, нет работ, потому что население бедное. От того, что ты шикуешь, ездишь на дорогущих машинах, отдыхаешь в дорогущих местах, от того, что члены твоей семьи обогачены, озолочены, люди от этого, 90% нашего населения, они бедные, у них нет этой возможности. И тебе нужно просто отказать своим женщинам в этих букетах, просто сказать своим чиновникам, все, никаких больше букетов, один год хотя бы. Не дарите никаких букетов моим женщинам и никаким вообще женщинам не дарите. И все. Все вопросы, касающиеся задолженности газа, какого-то нехватающего жилья, ветхого жилья и прочие какие-то моменты, все эти проблемы будут решены, просто если отказаться от подарков для твоих женщин. Но нет, вы этого не делаете. Вместо этого вы выбрасываете эти огромные средства на букеты для ваших женщин и потом заключаете соглашение с жителями этих сел, с бедными людьми и дальше их мучаете, заставляя их выплачивать вот эти бешеные задолженности, которые вы на них начислили. Вот это и есть весь ваш пресловутый путь Ахмата Кадырова и вся ваша благотворительность. Благотворительность вашего фонда Ахмата Хаджи Кадырова. Субтитры создавал DimaTorzok